Доброе утро, дорогие друзья. Владислав Иславович Шурыгин к нам присоединяется. Телеграм-канал Рамзай. Бесперспективность, надежда на то, что Украина в военном отношении сможет что-то сделать России после этого наступления, если, естественно, оно не будет удачным, оно будет совершенно очевидным. Хорошо, худший вариант, оно удачно. К чему это приводит? Какая будет реакция к какой из сторон? Ну, безусловно, это даст Украине очень серьезный аванс, потому что после этого ей начнут давать и самолеты, и все поймут, что в коня корм, и Украине будут давать свои армии, будут разоружать, надавать будут все, лишь бы все это продолжалось. То есть, возникнет иллюзия того, что получается прогнуть Россию, соответственно, загнать ее в угол и запросить мира. Соответственно, у нас, безусловно, начнутся очень серьезные организационные решения. Потому что понятно, что дальше вот как бы играть в, ну, такую как бы тихую подковерную кадровую политику уже не получится. Безусловно, будут очень серьезные изменения внутри страны, потому что всем будет понятно, что, ну, как бы, такого масштаба очередной поражения, оно должно изменить вообще ситуацию всю страну. То есть, дальше жить, по принципу, мы где-то там воюем, но немножечко, и чтобы вас не отвлекать, а вы пока живите дальше, как хотите, конечно, этого не будет. Поэтому, конечно, будут приниматься военные решения. Я в этом случае, конечно, не исключу, в том числе, и новые наборы. При этом, пока я не вижу перспектив для какой-то новой волны мобилизации, потому что мы и так сейчас будем набирать, или точнее, уже идет набор 280 тысяч контрактов. Нет, ты знаешь, я бы, например, прямо сказал, что если мы чувствуем, что там что-то идет не по плану, да я бы вообще там 2 миллиона человек, 3 миллиона человек, я бы просто бросил все. Я бы подключил, наконец, все те ракеты гигантские, которые мы вывели с боевого дежурства, заменил бы ядерные боеголовки на неядерные, и расхреначил, чертовой матери, все правительственные кварталы всех украинских городов. При этом, смотри, эти сволочи ночью, да, сегодня атаковали один из российских городов, сбросили с БПЛА на отделение полиции и на военкомат. Мы это не делаем, вот просто от слова совсем. Ну, я, как это сказать, мы в этом случае просто как-то опрокидываем ракеты на их располаге и на их штабы. Это понятно. Но мы, конечно, не ведем войну против густонаселенных городов. Пока мы видим только их неудачные пуски или сбитую ракету, которая падает уже туда, Бог положит. Но, понимаешь, я с тобой полностью соглашусь, что можно и 2 миллиона призвать, и 3. Нет, просто люди должны понимать, что мы не остановимся. Любая временная неудача не приведет к ничему иному, кроме ожесточения, что мы встанем все. То есть мы будем до талого. Ты в этом случае очень точно срезюмировал все те меры, которые я сказал, потому что среди них нигде нет никаких переговоров, нигде нет никаких попыток отползти назад. Конечно, мы пойдем до конца. Все отлично понимают, что другого вообще выхода просто не существует. Потому что другой выход – это распад страны и ее атомизация с абсолютной катастрофой, которая будет в порядке превосходить все то, что происходило в 1991-м. Поэтому, конечно, здесь уже каждый будет стоять до последнего, и никаких вообще ни сентиментов, ничего быть не может. Но повторюсь, я пока не вижу. Это такой скромный вопрос. А у нас… Нет, я просто беру худшее. Смотри, например, они где-то прорвали. Минуточку, у нас 240 тысяч стоит ребят-срочников. 240 тысяч. Но если надо, значит, надо будет и их использовать. Я тебе скажу другую вещь. Прежде чем их использовать, мы можем совершенно спокойно призвать 140 тысяч тех, которых уволили все осенью. Это абсолютно подготовленные бойцы. Можно задержать увольнение 140 тысяч, которые увольняются в данный момент, вот в эти дни. Понимаешь, вот тебе еще 140 тысяч. То есть мы можем на четверть миллиона на счет раз нарастить группировку уже готовыми людьми? Совершенно точно. Плюс надо понимать еще раз, что те резервы, которые есть, они не способны нанести такое поражение, которое можно было бы назвать не то что катастрофой, но стратегическим поражением. В лучшем случае, что они могут сделать, это вот, ну я так оцениваю, как человек все-таки военный. Я считаю, что максимальная их задача, которую они сами себе ставят, это прорыв куда-нибудь, вот еще раз говорю, к Мелитополю с перекрыванием как бы сухопутного пути и возможность долгнуть по Крыму. И если совсем уж повезет, то еще попытаться прорваться, пробить себе коридор к Азовскому. Хорошо. Ну вот смотри, вот они делают прорыв. Да, предположим. Они сделали прорыв. Окей. Я просто к чему? Ну смотри, что значит ты куда-то прорываешься? Это значит, что, во-первых, у тебя, как-то, надо же понимать, да? То есть тебе надо защищать тогда себя с двух сторон. Потому что, ну хорошо, ты рассек группировку, а если ты вышел к морю, то там у нас еще и военно-морские силы. То есть это тоже, знаешь, как бы такой прорыв не обернулся, что ты оказываешься в огневом мешке. Ты абсолютно прав в том смысле, что ведь мы говорим с тобой, обсуждаем только сам наступ. А, как мы понимаем, наступом война не закончится. То есть в этом случае последуют ответные и наступы, и действия. А самое главное, что любое, как бы, действие имеет свои последствия. Создание этой новой конфигурации, которую можно себе нарисовать, она, конечно, делает ВСУ абсолютно предельно уязвимым. Если у них в этом случае не будет примерно такого же количества резервов, чтобы все это удерживать, а у них такого количества нет. Понимаешь, что, конечно, ситуация может перестать дептомную. Понимаешь, вот кто-то недавно сказал, очень точно, что это первое, наверное, в современной истории экономическое наступление. Экономико-политическое. Потому что в военном отношении те цели, которые ставит себе Украина, они очень сомнительны. Просто потому, что не имея за спиной еще огромный резерв, в котором этим можно все дальше укреплять и удерживать, это авантюра. Но они ставят на то, что вот будет эффект, как под Харьковом. Под Харьковом они прошли, русских сил не было, они дали им закрепиться, они их откинули, и теперь вот великая перемога. Сейчас-то ситуация будет совершенно другое. Другие русские, другая плотность обороны, другое количество сил, другая работа промышленности. Повторю, я понимаю, что битва будет очень тяжелой. Я вообще, пока, знаешь, вот мне всегда интересно, какой дальше возможный уровень эскалации? Ну, так реально, да, если посчитать, вот что может быть дальше? Смотри, уровень развития военной техники сейчас идет сумасшедшим образом, мы видим, как новые-новые системы появляются, опробируются. Но вундерваффе нет. Все эти рассуждения про то, что армии дронов, FPV, которые сейчас все уничтожат, ну... Если бы мы что-нибудь подобное было, мы бы уже это нечто подобное видели. Понимаешь, дело в том, что ситуация... Мне сегодня прислали очень интересный фото из Нью-Йоркского метро, где, значит, плакат такой, как бы реклама для бомжей, что если тебе плохо живется, у тебя нет своего дома и вообще все не так, езжай на Украину защищать свободу, ты будешь типа при деньгах и в шоколаде. Понимаешь? Вот это следующий этап, который лично я вижу. То есть я не вижу от Украины никаких возможностей создать что-то новое. Будет у них не 40 танков, леопардов, а 200 и еще там 500 абрамзов. Это что, что-то изменит принципиальное на фронте? Понимаешь, мы с тобой знаем темпы производства наших танков. Никакого превосходства их танков в этом случае нет. То есть единственное их превосходство, и мы с тобой действительно отдаем себе отчет и понимаем, это та цифровизация, которую они начали примерно лет на 5-6 раньше нас. В этом да. Но мы-то тоже в этом случае не сидим на месте. Мы тоже видим, как работают. Что да, у нас, опять же, много вопросов, но это не та штука, на которую можно ставить, как на Вундерваффе. Но теперь мало этого. Мы нашли свой ответ на их космическую группировку. Я себя правильно понимаю, это взаимодействие с Китаем. Ты имеешь в виду, о чем ответ? Ну, потому что нас сильно мешала их спутниковая разведка, потому что американцы им дали работу со всеми своими спутниками. Ясно, что у Украины никаких своих спутников там и близко нет. Но теперь, когда Китай намекнул, то стало ясно, что и вот это временное превосходство, которое было благодаря натовским спутникам по получению данных у Украины, сейчас будет нивелироваться, если уже не нивелировано. Понимаешь, спутниковая разведка – это очень специфическая разведка. Я не то, что много ей занимался, но я просто в свое время очень много общался с людьми, кто этим занимается. Она дает огромный массив информации, но она не дает всю информацию. Более того, тактическую информацию она дает очень условно, потому что даже самые лучшие камеры с высоты 150-200 километров, они многие вещи не вскрывают. Поэтому так много используется дронов. Поэтому над нами все время висели, прямо вплотную прижимаясь, пока мы не притопили американские БПЛАшки большие. Потому что им нужно вести разведку, максимально приблизившись. Тем более, допустим, по нынешней погоде, которая на Донбассе, все спутники уже лет… То есть уже дней 7-8 они просто слепы. В лучшем случае радиолокационное сканирование. Все. Поэтому здесь их ноу-хау, безусловно, действует. Особенно оно действует в максимум, в макромасштабах. Потому что вот вычислить, допустим, там с помощью спутника, сколько эшелонов выходят, с какого завода, куда идут, где разгружаются, где чего – да. Это то, что спутники дают с очень высокой точностью. Полный контакт с Владимиром Соловьевым